Добродетели воздержания И вот с разных сторон мы рассмотрим эту важнейшую добродетель, о которой говорили все святые отцы и к которой мы должны себя приучать. Тем более, что время постов постоянно охватывает нашу жизнь и именно воздержание это та главная добродетель, это то главное состояние нашей жизни, через которое мы хотим угодить Богу. И многие святые отцы шли в своей земной жизни именно путем воздержания. Водержание от сотворения различных грехов, воздерживая свои страсти и очищая свою душу. Итак, прочитаем с вами первый стих 4 главы. В нем говорится о том, как некоторые старцы путешествовали к великому Антонию. И вместе с этими старцами был еще один христианский подвижник, который во время путешествия постоянно молчал. В то время как сами старцы говорили очень много и говорили вроде бы вещи душеспасительные, которые касались изречений святых отцов, приводили различные места из Писания и рассказывали друг другу о своих рукоделиях. И когда все они пришли к Антонию Великому, то Антоний сказал им, «Доброго спутника нашли вы в этом старце». А старцу ответил, «Добрых братьев и ты нашел, Авва». «Они хороши», – отвечал старец, – «но у них двор не имеет ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла». Это сказал он потому, что они говорили все, что не приходило им на ум. Ну, вы видите, что совет, данный Антонием Великим старцем, имеет свою жизненность и свою актуальность в наше время. Хотя прошло уже почти 16 веков. «Говорят все, что не приходит им на ум». Вот, братья и сестры, изречение Антония Великого относится к каждому из нас. Говорить нужно не только то, что приходит на ум, а нужно говорить только то, что Господь хочет от нас услышать. Человек, который живет христианской жизнью, он начинает очень осторожно и очень внимательно смотреть за своей внутренней жизнью. Вот это самое главное отличие настоящего христианина. Повторю, что мы должны уже об этих вопросах думать постоянно. А вот как проходит моя внутренняя жизнь? Что в ней вообще происходит? Какие там движения? Какие настроения? Что там зарождается? С чем я борюсь? Вот это главное. Так вот, если мы будем внимательно смотреть за своим внутренним миром, мы увидим, что в нем действуют особые законы. В нашей внутренней жизни возникает очень множество самых разнообразных желаний, помыслов, ощущений, переживаний. Мир духовный, он очень тонкий, он требует знаний особенных. А новоначальные христиане, которые чувствуют в своем сердце какие-то особые новые переживания, чаще всего хотят об этих переживаниях рассказать другим людям. О том, как они помолились, причастились, съездили в паломничество, как они беседовали с духовным наставником, как хорошо провели пост и так далее. То есть, Господь дает плоды доброму христианину, но вот рассказывать об этом другим совершенно не требуется. Кроме того, важно и очень полезно, говоря о духовной жизни, делиться со своими собратьями во Христе так называемым общеполезным наставлением. То есть, то, что полезно каждому из нас. А иногда в беседах мы раскрываем тайну своей собственной жизни. Иногда говорим о том совете, который мы услышали, который был адресован непосредственно мне. И вот здесь святые отцы запрещают каждому рассказывать о своих внутренних переживаниях. Поэтому говорить все, что приходит на ум, это значит уподобляться хозяину, который открывает ворота своего двора, который выпускает на волю всех своих домашних животных. Это значит примерно то же самое, что в холодное время, в зимнее время открыть в доме все окна, все двери, чтобы выпустить тепло на улицу. И вот каждый из нас убеждается, что когда мы много говорим о чем-то, даже если этот разговор благочестивый и душеполезный, все равно чувствуется внутреннее опустошение. Иными словами, это говорит о том, что благодать Божия оставляет наше сердце. Вот видите, какие есть удивительные внутренние духовные связи. Оказывается, наше слово обладает необыкновенной силой. Силой и созидательной, и силой разрушительной. И благодать, она тоже как бы зависит от того, что человек говорит, и сколько говорит. Если мы упражняемся в благоразумном молчании, то таким образом все наши двери душевные, они затворены. Тогда вот это внутреннее тепло, оно остается в нашем сердце. Поэтому, какие есть советы относительно движений своего языка? Ну, во-первых, нужно стараться говорить только то, что мы знаем точно. А вот если мы коснемся духовной жизни, то знать о духовной жизни дано из тысяч, ходящих в церковь, единицам. Единицам. Это те самые благодатные сосуды Духа Святаго, которые имеют от Бога дар рассуждения, или дар слова. Уж о чем, о чем, но вот о духовных вещах, и лучше побольше молчать. Потому что само слово наше, человеческое, слово, которое принадлежит к падшему естеству нашему, оно иногда не способно увидеть и передать вот те оттенки, которые мы переживаем, соприкасаясь с Богом. Вы помните, как в послании к Коринфянам апостол Павел, восхищенный до третьего неба, говорил, невозможно передать то, что Бог уготовил любящим его. Нет таких слов на нашем языке, которые могли бы передать тайны будущего века. Оно просто бессильно. Поэтому святые отцы предпочитали молчание. Не просто молчание, а некое безмолвие. Это более точное определение. Безмолвие, когда ум созерцал своего Творца. Когда ум созерцал тайны духовной жизни. Повторю, что нет слов, которые могут передать ту внутреннюю жизнь, ту духовный мир, который душа чувствует. А с другой стороны, через слово из сердца уходит благодать Божия. Второй совет связан с тем, что отвечать нужно только тогда, когда нас спрашивают. Иногда мы говорим подряд все, что мы думаем, и все, что мы хотим. Знаем мы предмет разговора, не знаем, компетентный или неграмотный. Просто говорим и все. Святые отцы говорят, если тебя спросят, отвечай. В такой ситуации Господь тебе вложит слово для назидания брата. Потому что ответ твой будет выражать твою любовь к ближнему. И любовь, она превыше всего. Любовь это самый главный добродетель в нашем христианском укладе жизни. Но, повторю, что если мы приучимся побольше молчать, побольше думать, побольше размышлять, побольше слушать других людей, то все эти действия, они будут созидать нашего внутреннего человека. Особенно вот это благоразумное молчание полезно во время постов, когда соединяется с ним и воздержание от пищи, такой сытной. Когда мы больше читаем священное писание, чаще ходим в церковь, почаще причащаемся к святых христовых тайн, больше уделяем внимание молитве. И вот все эти, так сказать, приобретения, они хранятся молчанием. Молчанием. Как брат, который ехал к Антонию Великому. Вот смотрите, едут старцы, едут ученики к великому духовному наставнику восточного монашества. Но вот казалось бы, ведь не каждый месяц можно побеседовать с таким великим мужем всего христианского мира. И если какое-то время проводится в дороге, может там 5 дней, недели, 10, не сказано сколько, значит это время можно посвятить подготовке, подготовке к той встрече, которая определит твою будущую жизнь. Ведь для какой цели ехали к таким великим мужам? Видно, были какие-то вопросы, какие-то недоумения, сомнения. Искали волю Божию. А всю дорогу проболтали. Причем про, ну хотя там и предметы были, может быть, и духовные. Изречения отцов и писания. Но и сказано, что обсуждали, рукодели, за сколько продавали, как делали, что купили на вырученные деньги. Ну вот видите, как мир он близок, даже к таким духовным людям. А тот старец молчал всю дорогу, потому что он как бы готовился, готовился и ждал указания через Антония Великого, как ему дальше жить и в каких подвигах упражняться. И не посрамился. Не посрамился, потому и за это Антоний Великий его как бы утешил. Сказал, что добрый спутник был в этом старце. А тех братьев он так вот укорил, сказав, что они подобны хозяину, который отворяет ворота и отвязывает осла, чтобы его увели посторонние люди. И мы с вами начинаем читать стихи со второго и ниже, в которых говорится о воздержании преимущественно своих плотских чувств. Воздержание чрева. Все это связано с утеснением чрева, со строгим постом, с очень малой мерой сна, ну и прочие такие духовные упражнения, которые смиряют нашу плоть. И вот мы должны здесь сделать маленькое замечание, чтобы правильно понять эти изречения. Когда мы читаем о том, что старцы, как вот Арсений Великий, стих 2, пребывал всю ночь в бдении, засыпал только под утро, и то сидя на скамье. Другому монаху Арсений Великий говорил, что нужно уснуть только на один час. Это стих 3. В стихе 4 Ава Даниил говорил, что на год он получал одну небольшую меру пшеницы и мог из этой небольшой меры пшеницы угощать приходящих странников. В стихе 5 говорится о старце, который плел корзины и никогда не выливал воду из ведра, добавлял не понемногу новой воды. От этого вода заставилась и издавала неприятный запах. В стихе 6 сказано, что опять же утеснение чрева, утеснение своей плоти было настолько строгое, что один раз, когда созревали плоды, Арсений Великий только вкушал один раз, съедая от всех понемногу и благодаря Господу. Вот все эти наставления, они говорят об одном, что вот в то время, 5-й, 4-й, 5-й, 6-й век, Господь давал христианским подвижникам какую-то особую крепость тела. Потому что сейчас, повторю, что даже с этой стороны, если мы рассмотрим человека, уже такой крепости нет. Даже современные монахи самой строгой жизни, живущие на Афоне или в Палестине, не могут они спать один час, вкушать только там протертую пшеницу или пить соленую воду. Плоть требует своего. Но мы должны сделать очень важное замечание. Вот эта вот внешняя строгость жизни древних отцов египетского монашества, она была, ну как бы говоря, языком математики, пропорционально тем добродетелям, которые были у них в сердце. Никогда монашество само по себе не возводило телесный подвиг в какую-то особую добродетель. Всегда вспоминали из речения Евангелия и Писаний о том, что падшие духи, они вообще не едят, не спят, не отдыхают, они постоянно бодрствуют. Но это не приносит никакой пользы. Вот этот строгий телесный подвиг давал какую-то особую внутреннюю силу для стяжания прочих добродетелей. Главным образом памяти смертной, внутреннего сокрушения грехах, сердечного смирения и необыкновенной любви своим братьям. Вот такими добродетелями как бы горели и сияли древние восточные монахи. Поэтому, когда мы читаем о посещении старца братьями или учениками, видим вот эту внешнюю скромность жизни, не просто скромность, а просто такое убожество, бедность, то есть простая хижина, стоит, лежит циновка на полу, стоит там какой-нибудь горшок с водой. Но где-то там что-то иногда бывало и для гостей припасено. И вот когда приходили странники, то каким радушем отличались эти древние немощные старцы. Доставали все, что могли. Если было вино, ставили вино. Если была вареная пища, готовили вареную пищу. Пытались как-то успокоить, дать ночлег, отдых, сказать доброе слово. Если было что, давали с собой в пути какое-то пропитание. То есть, несмотря на полное нестяжание, вот если они что-то имели, они всегда это с радостью раздавали. Таким образом, мы видим очень внутреннюю глубокую связь внешнего телесного подвига и такого внутреннего духовного преображения души этих старцев. Повторю, что в них, в их душе были все добродетели. И кротость, и смирение, и послушание, и незлобие, и безгневие, и любовь. И вот этим они как бы и умиляли. Этим они и утешали приходящих странников. А что касается внешнего подвига, то здесь наставление оно одно. У каждого своя мера. Вот эти древнеегипетские старцы могли спать один час, вкушать пищу раз в пять дней, довольствоваться самым скромным бытом, потому что все свое время они посвящали делам богоугождения, но главным образом не перестанны молитве и в перерывах рукоделия. Рукоделия, которое обеспечило их скромную монашескую жизнь. Мы должны себе определить. Определить сами с советом духовника, с учетом своего здоровья, с учетом своего образа жизни, годами пребывания в церкви. Вот тот внешний подвиг, который нам тоже потребен, потому что плоть наша, она нуждается в строгости, она нуждается в обуздании своих пожеланий, своих каких-то хотений, потому что она восстает на дух. Вот для того, чтобы наш дух мог пребывать в Боге, чтобы он мог к Богу приближаться, вот плоть, как некий балласт, она требует усмирения, потому что если плоть будет удовлетворяться ее запросами, то вот этот груз, он дух просто утянет вниз на землю. И наоборот, утеснение плоти, некая легкость плоти, она сообщает необыкновенную силу для духа, потому что человек все-таки пока еще в теле пребывает, поэтому здесь надо вот эти вот законы чувствовать. Отсюда наверное замечали, что когда вы, допустим, плотно пообедаете, о какой молитве вообще речи не идет. Хочется посидеть, полежать, отдохнуть. Если начинаем молиться, то внимание рассеивается, умиления сердечного нет, как бы слова произносятся чисто машинально, одним языком, и насколько легко молишься, когда приходишь в храм с утра натощак, а еще если поговеть два-три дня накануне, молитва как бы сама и сердце идет к Богу. Вот это говорит о том, что в первом случае плоть получила пищу, самую такую грубую, примитивную, вот, и отблагодарила человека вот таким вот предательством. скажем сразу. Во втором случае ее утеснили, ей дали немножко так вот пороптать, поскрипеть, но ничего, ничего страшного, потому что она только пугает человека. Хочу, не могу, умираю, а если проявить такую дисциплину внутреннюю, усердие, старание, вот, не услышать этот голос, такой падшего, падшего нашего естества, пройдет время, и мы убедимся, что это все был обман, это была особая уловка, чтобы человека постоянно как бы тянуть вниз, вниз, вот на эту землю, где пребывает царство греха, поэтому мы должны еще что подмечать, вот, когда мы приходим домой, особенно, то говорят, вот для чего нужен дом, ну, дом, человек отдыхает, расслабляется, набирается сил, для будущей там работы, служения, вот, все это понятно, нужен дом, нужен отдых, но давайте смотреть, а как вот живут монахи, у монахов есть кельи, где есть и кровать, и стол, и стул, и какие-то там бывают утешения, и чайник стоит у них, там, и варенье, пирожки могут быть, но все, опять же, растворено умеренностью, умеренностью, а вот мы, к сожалению, вот этой умеренности не знаем, уже если домой приходим, чаще всего расслабляемся так, что уже и собраться не можем, на молитву, на чтение, на какие-то такие духовные труды, поэтому надо себе вот дома как бы завести определенный уклад жизни, вот скажем, у человека выходной, так он встает рано, там, кто в 6, кто в 7 часов, нормально, бодро, а если выходной, ну проспит человек там до 11 часов, почти до обеды, ну и что потом, многие убеждались, что потом, как-то себя духовно взбодрить, это требуется колоссальные усилия, а почему, а потому что плоть получила свое, вот это плотское плотское отдохновение, оно всегда, как бы, сказывается на духовном состоянии, причем, я не беру каких-то там крайних развлечений и всяких там увеселений, мы почитаем про винопитие, то же самое, это вообще считается очень опасным состоянием, а даже вот это вот внешний отдых, касающийся сна, вот, и излишнего приема пищи, вот здесь нужно все-таки быть повнимательней, потому что в храме Божьем как-то так мы себя держим, стараемся, получаем много, вот, но надо сберечь все, надо сберечь, приумножить, добавить еще что-то, помимо церковной молитвы, есть домашняя молитва, где мы тоже можем много дать себе духовной пищи, вот, поэтому вот эти все изречения о строгости, они говорят о том, что старцы всю жизнь так жили, всю жизнь, были примеры, не ели вареного, не пили вина всю жизнь, не вкушали пищу с маслом, спали только сидя, Силуан Афонский, наш современник, спал сидя только на табуретке, вот, все это говорит о том, что плоть наша, она говорит, постоянно нуждается в обуздании, только мера эта у каждого своя, вот, кто может ей дать сказать строго и дать ей вот такой строгий уклад жизни, хуже не будет, вот, кто не может, давайте послабление, но не расслабляйтесь, потому что, повторю, что вот этот самый наш главный предатель, который постоянно ноет, стонет, плачет, хнычет, я устал, я хочу есть, мне нужно отдохнуть, мне нужно посмотреть телевизор, послушать музыку, выпить и так далее, все это голос грехолюбивой нашей плоти, плоти, и хотя плоть это вроде мы сами и сказано в Писании, что никто из людей не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, но мы должны знать, что вот такой есть в нас самих враг, предатель, и демон, они очень удобно с нами борются с помощью нас, с помощью нашего падшего естества, поэтому христианин должен это естество постоянно ощущать, осознавать и в разумных таких пределах и в разумных действиях его обуздывать и примеры мы видим из жизни древних отцов египетского монашества. В стихе седьмом речь идет уже о другом подвиге. Авагофон в течение трех лет влагал камень в уста свои, доколе не научился молчанию. Обуздание языка более сложный подвиг, чем обуздание чрева. Апостол Иаков в третьей главе своего послания говорит, что тот, кто может обуздать свой язык, это человек совершенный. про обуздание чрева так не сказано. Мы видим, что в современное время есть множество людей, которые достигали приличных успехов в обуздании чрева. Все эти стройные девицы, которые ходят по улицам, вот пример. Но правда они все делают неразумно, используют какие-то там еще способы совершенно безумные. Но в всяком случае отучить себя от вкушения пищи в большом количестве не так, ну не скажу, что не так легко, но можно. Что касается обуздания языка, здесь предстоит колоссальная работа человеку. Почему Авва Агафон влагал камень в уста? Казалось бы, не совсем разумный способ исполнять эту добродетель благоразумного умолчания. Для того, чтобы начать с внешнего. С внешнего. Обуздание языка я бы рассматривал в двух состояниях. Сначала такой труд чисто внешний, когда человек себя заставляет молчать, заставляет, обуздывает, как-то может себя даже наказывает поклонными, постом, или вот как этот старец клал в себе в рот камень. А второе состояние, оно же такое благодатное, когда человек, получивший от Бога некие дарования, на своем опыте понимает, что от многословия он эти дары теряет. И тогда молчание для него становится вожделенным. Видимо, Авва Агафон говорил о своих начальных трудах. Начальных трудах. Так же, как вот, допустим, человек, который имеет немощь к пьянству, ему лучше не иметь дома вообще спиртного и даже рюмок, чтобы не было соблазна. А тот, кто обуздал эту страсть, да пусть там хоть все напитки мира стоят у него в баре или в шкафу, ему это будет совершенно безразлично. И даже он может сидеть за столом и все будут выпивать, а ему будет это не нужно. Потому что он эту страсть обуздал. Но когда еще есть борьба, скажем, с многословием, какое нам потребно упражнение? Необходимо побольше быть в уединении, побольше быть наедине. Если вы находитесь в коллективе, то старайтесь заниматься делом, писать, или работать, или читать что-то по работе. Но только не прознасловить. Если это у вас не получается, то тогда вам полезно избегать таких вот, такого общества. Поэтому для христианин очень важно распланировать свой день, особенно рабочий. Вы приходите на работу, вы должны точно знать, чем будете заниматься, чтобы не было такого простоя. Когда сели все в кружочек и ля-ля-ля до обеда. Пришли, значит, занимайтесь делом. Если дела нет, то найдите это дело сами. А вот дальше человек, получивший от Бога вот эту радость внутреннюю за благоразумное молчание, начинает его ценить. Его ценить. и тогда уже ему будет просто самому немножко тяжело находиться там, где много говорят. Как бы это не в его становится уже стиле. Потому что в многоречии много пустоты. Тем более сейчас каждый хочет высказываться. Любая телепередача, любой аналитической программы, ток-шоу собираются все подряд. И спортсмены, бизнесмены, и музыканты. Кого только туда не приведут. И все высказываются по истории, по культуре, по религии. Но чтобы оценить историческую фигуру, скажем, патриарха Никона, или Петра Первого, люди 20 лет изучают этот период, прочитывают все источники, делают выписки, пишут диссертации, и только потом как-то могут что-то оценивать, делать какие-то заключения. А здесь вот так взяли и начинают говорить, о чем, что там они прочитали, где они это слышали. Ну просто так. Вот сейчас модно говорить, ну это я буду говорить, а что там я скажу, это мне как-то мало волнует. Тем более все хлопают, показывают по телевизору, смеются. Вот это самое главное. Вот поэтому христиане должны свое слово беречь. Беречь слово, точнее слова, как говорил один старец, пойдут за нами вечность. Все словечки за нами потянутся для того, чтобы мы ответили перед Богом, как сказано в Писании за всякое праздное слово. За всякое праздное слово. Поэтому много есть пути к Богу, и эти пути, они открыты в Евангелии. Попробуйте, прочитав стих седьмой, поупражняться в благоразумном молчании. Я думаю, никто не пожалеет. Никто не пожалеет. Потому что грехи языка, смехотворство, осуждение, разглашение немощи и грехов ближних, само злоречие, это все есть продукты многословия. Многословие. Вот меня спрашивают, как не осуждать? Я отвечаю, меньше говори. Потому что осуждение, ну одна из ветвей, рождается именно от многословия. Когда человек, ну как бы, не контролирует свою речь, и обязательно в нее попадают вот эти вот такие зерна осуждения ближнего. Поэтому если говорить меньше, если контролировать каждое слово, то тогда и будешь меньше смеяться, осуждать, критиковать, злословить кого бы то ни было. И будет безусловная польза. Поэтому начинаем сначала от внешнего молчания, заставляем себя молчать, избегаем компаний, различных обществ, где люди любят поговорить. И учимся при этом больше думать, больше говорить, стараемся, чтобы в наших словах количество мыслей и количество слов как-то упорядочивалось. И это очень важно. А то иногда одна мысль выражается сотнями слов и не поймешь как, что там вообще о чем говорит человек. Особенно касается исповеди. Вот приходит человек и начинает говорит, говорит, говорит. Я говорю, слушай, ну в чем ты каешься? Сейчас батюшка расскажу. И дальше говорит, 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 слушай, кайся. Ну еще дослушайте, вот две минуты осталось. Я говорю, слушай, толпа стоит, народы. Ты тут все рассказываешь. Одно слово скажешь, осудил, разгневался, пост нарушил, мать обидел свою. Что там рассказывать-то о себе? Нет навыка в своем мысли четко выразить слово. В стихе восьмом мы видим, какая была строгая дисциплина, точнее, самодисциплина. Однажды Ава Агафон шел с учениками своими. Один из них нашел на дороге небольшой зеленый стручок чечевицы. То есть не просто сорвал там с какого-то куста, а нашел на дороге и спросил Аву Агафона, позволишь мне взять его? Старец с удивлением обратился к нему и сказал, ты положил его здесь? Нет, отвечал брат, если не ты положил, как же хочешь взять его? Заметил старец. Ну вот у нас тоже в наше время такое распространено такая немощь, как бы взять, что плохо лежит. Вот недавно ко мне приходил один человек, у них закрывали так сказать, фирму, предприятие, ну и оставалась там бумага, ручки, всякие канцелярские товары, вот, все это как бы уже никому не было нужно. И вот этот человек взял пачку листов или там ручек, я уж не помню, и приходит и говорит, вот батюшка, что-то мне вот неспокойно, вот совесть меня начинает мучить. Я говорю, правильно, правильно, ты не покупал, ты денег не платил за это, тебе это не отдал никто, просто сам взял. Значит, ты нарушил вот эту заповедь, как говорила Вагофон, ты положил, не ты, значит, не бери. Поэтому для нас с вами очень важно запомнить это правило духовной жизни. Никогда мы с вами не получим не только каких-то там приобретений или накоплений за счет вот таких поступков, но самое главное не получим внутреннего мира, мира своей совести. Как бы мы себя не оправдывали, там плохо лежит или никому не нужно, все равно совесть будет нас обличать. Обличать. И если мы это чувствуем, значит, она у нас еще жива. Потому что люди, которые вокруг нас живут, о которых мы так много слышим и по радио, по телевизору, и в газетах пишут, эту совесть потеряли. Потому что разворовывают целые национальные достояния. То, что является собственностью огромной российской державы, все это они присвоили себе, считают, что они полный хозяин. Поэтому здесь для христианина закон один. Довольство столько тем, что мы можем честным трудом заработать, приобрести, то, что нам кто-то подарит добровольно, бескорыстно, это другое дело. Но что-то брать, даже если это не наше, лучше этого не делать. Вот идете вы по дороге, ждет кошелек, никого нет, ну какой соблазн взять? Но только вы это сделаете, через буквально час совесть заговорит, что этого делать было нельзя, хотя в этом нет никакого вроде преступления. Поэтому здесь нужно быть очень внимательными, вот таким вот ситуациям нашей жизни. В стихе девятом однажды один старец увидел, что у Авы Ахиллы выходит кровь изо рта. Он спросил, что такое отец? Ахилла отвечал, это слово оскорбившего меня брата. Я старался не открывать его и молил Бога, чтоб оно было взято от меня и слово сделалось кровью в устах моих. Я его выпрынул, успокоился и забыл оскорбление. Вот видите, очень символический образ. Старец был оскорблен. Как человек, облеченный плотью, он все-таки имел определенные немощи. Старец совершал очень великое дело, как сказано, я старался не открывать его, то есть не открывать то слово, которое брат сказал мне с гневом. Вот замечали ли вы, что когда нас оскорбит кто-нибудь, какая первая реакция каждого из нас любому человеку рассказать какой этот человек, другой обидчик, негодяй и вообще плохой человек, потому что он меня оскорбил. Вот заметьте, как только оскорбление коснется нашего сердца, все, мы в прямом смысле ищем людей, чтобы рассказать о том, как мне плохо с одной стороны и вот какой тот негодяк, кто меня оскорбил. Вот старец боролся с этим чувством, он даже молился Господу, чтобы он дал силы не открывать это слово. И вот видимо вот этот образ крови, которая шла изо рта, показывает до какой степени шла эта борьба, до пролития крови. Поэтому за такие труды Господь человек увенчивает. Угодно Богу, чтобы когда нас оскорбит кто-то, чтобы мы это терпели, чтобы мы это молчали. Единственный человек, которому можно рассказать, это духовный отец. Здесь не будет никакого греха, если вы в ближайшее время придете на испать или на беседу и раскроете свое внутреннее состояние, но главным образом свою немощь, что вы не справились с чувством неприязни, осуждения, злобы. Хотя мы много раз читали, что христиане это те, кто должны быть спокойны на все замечания, оскорбления, претензии. потому потому что наша жизнь по отношению исполнения западе божьих, она вообще не выдержит никакой критики. Мы постоянные нарушители всех западе божьих. И как нас Господь терпит, это великая вообще тайна, великая милость Божья. Но Господь дал закон, который как бы подтверждает и который гарантирует, что мы еще поживем с вами. Вот именно отношение к брату нашему, к ближнему. То есть если мы будем принимать и терпеть и прощать все, что нам плохого в наш адрес говорится или делается, то вот за это Господь нас потерпит. Вот как бы только такое дано правило. вот почему вот эта внутренняя жизнь она здесь так сказать очень важная. Что мы чувствуем? Вот сказали мне грубое слово, что у меня в душе происходит? Закипело все, я удержался или закипело я ответил или полез с кулаками на своего обидчика. Все очень важно, потому что надо смотреть какое мое состояние. Если это сплошные срывы, то надо бить тревогу. Значит, ничего не сделано. Значит, как был язычник, так и остался. Как был страстом, как был порабощенным грехом, гнева, вспыльчивость, раздражение, осуждение, значит, ничего не поменял себе. Абсолютно ничего. Хотя 10 лет причащался, исповедовался, молился, постился. Но вот показатель, вот он экзамен, который ты сдаешь просто на колл с минусом. Если закипело, но удержал, что-то сделано, работай дальше, старайся, чтобы сердце не возмущалось от обидных слов, оскорблений, замечаний. И возмущение сердца имеет разную степень. Разную степень, как волнение моря, от 12 баллов до полного штиля. Поэтому мы должны постоянно присматриваться, прислушиваться к себе. И где чувствуем такие ошибки, падения, несовершенства, вот сюда направлять все внимание. Все внимание, с одной стороны, и труды, которые помогают эту страсть врачевать. Ну знает человек своей болезни? Хорошо, что знает, но ведь надо ее лечить, эту любая болезнь, она прогрессирует, любая страсть, с которой человек не борется, она же укрепляется в нем. И мы знаем этот закон, что со страстями нельзя как-то ужиться, смириться, договориться. Либо мы со страстями боремся, либо мы ими порабощаемся. Вот два состояния только. Другое дело, что борьба бывает у всех такая разная, и успехи там тоже разные, но лишь бы бороться, лишь бы как бы беспокоиться о том, что я несовершенен, что я постоянно падаю, нарушаю западе Божьем. Поэтому вот часто спрашивают людей, ну как у тебя все нормально в жизни? У тебя все хорошо? Ну в целом ты конечно хорошо, Господь меня призвал к вере, я вроде как христианин, стараюсь жить. Но вот это вот все нормально, ответ все нормально у меня, это тоже неправильный ответ. У нас с вами все ненормально, или не все нормально, как хотите, потому что внутренняя наша жизнь, она требует постоянного улучшения. и самое страшное для христианина успокоиться, сказать, у меня нет проблем никаких. Сейчас выражение, без проблем, жизнь без проблем, это не для нас сказано. Кто угодно поезжает без проблем, только не мы. Наши проблемы такие, что они влияют на нашу вечную участь, потому что закон подобия, он действует не только во временной жизни, но и вечной жизни. Кому человек уподобится в земной жизни, либо святым, либо праведникам, либо людям благочестивым, те его и примут там. И наоборот, если уподобишься злым, туда и пойдешь. Ничего нового мы в вечности не узнаем. Это не лотерея, не розыгрыш. Или скажем, в институт человек поступает, он сдал экзамен, вроде неплохо, и ждет, пока комиссия определит список поступивших. У нас такой лотереи не будет. Это слишком опасная игра со своей душой. Царство Божие внутри вас есть. И царство ада тоже внутри нас есть. определяется здесь уже во многих по многим признакам можно определить, что человека ждет там. И вот этим мы должны тоже быть обеспокоены. Эти внутренние такие признаки они ощутимы, осязаемы, только не руками, конечно, а внутренним своим нутром, внутренней своей христианской интуиции, такой духовной. поэтому вот этот стих показывает, что борьба всегда идет у всех людей, даже высокой духовной жизни, борьба часто до пролития крови. И насколько наш внутренний мир, вот в данном случае в моменты оскорблений, унижений, обид, возмущается или не возмущается, показывает наше истинное состояние. Повторю, что внешне может быть все безукоризненно. Человек там ведет себя очень так достойно, но человек это не только внешнее его поведение, а жизнь его сердца. И Господь туда смотрит больше всего. Поэтому будем об этом побольше думать и беспокоиться. в стихе одиннадцатом мы с вами читаем про Аву Амона. Когда он был болен и лежал в постели несколько лет, ни день, ни два, ни неделю, несколько лет, никогда не позволял в своем помысли, чтобы посмотреть во внутреннюю свою келью и видеть, что в ней находится. Иногда кельи разделялись на два отделения. Внешняя келья, где принимали странников, совершали трапезу, и внутренняя келья, где в основном пребывали в молитве, совершали молитвенные правила. И вот этому старцу по причине его болезни много приносили. Вот видите, вокруг жили отшельники, такие же нестяжатели, но все равно приносили. Кто кувшин масла, кто свежие смоквы, кто вареную пищу, кто теплую одежду, кто что мог. То есть, когда узнавали, что кто-то из старцев заболел или впал в немощь, всегда вот эту любовь монашескую и трогательную проявляли. Поэтому был ученик у Ава-Мона, который в эту внешнюю келью все то есть во внутреннюю келью все это складывал. Но старец себя заставлял не смотреть туда. А когда ученик его Иоанн входил и выходил из нее, он закрывал глаза свои, чтобы не видеть, что он делал, ибо знал, что Иоанн есть верный монах. Что значит верный монах? Вот когда мы читаем про учеников старцев, то главным таким достоинством ученика было понимание внутренней жизни своего учителя. Вот старцу было угодно не принимать приношения. Старцу было угодно лежать на постели и терпеть с молитвой на устах благодаря Богу. И ученик словом не обмолвился. А может тебе там молочка горячего погреть, или одеяльцем накрыть, или подушечку поудобнее положить под голову. Вот об этом сказано, что Иоанн был настоящим монахом. Он не лез, он не лез со своими надоедливыми мыслями и словами в эту внутреннюю жизнь его старца Амона. И вот к сожалению в нашей жизни тоже подобные случаи бывают. С одной стороны мы лезем в жизнь наших близких иногда. Иногда вот этим бревном пытаемся достать сучок из глаза ближнего и совершаем часто непоправимые ошибки. С другой стороны мы чувствуем когда в нашу жизнь кто-то вмешивается. Ну допустим пришли вы из храма вам хочется помолчать побыть в тишине в уединении вас докучают вопросами ну где ты был а как прошла служба что ты делал и что ты туда так много ходишь ну и так далее тут можно продолжать очень долго все эти вопросы нам это даже не нравится это раздражает это говорит о том что в наше время утрачена традиция этого духовного такого христианского общежития общежития я вот учился когда в семинарии я эту школу прошел правда немного но прошел вот скажу вам что когда я учился в третьем классе мы жили в комнате примерно в 12 метров площадь и нас там было 5 студентов вот представьте 5 кроватей значит шкаф 5 стульев и еще стол посреди стоит комната то есть ходили в прямом смысле боком нужно было кому-то рано вставать кому-то пораньше ложиться спать и вот как на подводной лодке говорят что экипаж или как на космическом корабле экипаж подбирают ну профессиональные психологи для того чтобы в таких вот необыкновенно тяжелых условиях люди могли там друг другу глотку не перегрызть а чтоб могли они там делать общее дело и вот я это тоже как бы чувствовал что нужно настолько быть внимательным к своим словам действиям поведению чтобы не внести вот эту смуту в жизнь братья это большая большой труд я хочу сказать вот в нашей жизни такой может быть семейный даже это утрачено люди разучились жить тихо каждый старается друг друга учить лезут с разными наставлениями поэтому фактически вот эта печальная картина нашей жизни когда молодые создавшие семью не могут жить со своими родителями и фактически это стало невозможно поэтому каждой молодой семье я говорю заранее ищите где будете жить опыт показывать не умеем сейчас возможно потому что переселились в квартиры в этих летушках живем если бы это был дом если бы это было место где есть земля где есть труд физически там дело другое но не только это вот такой наш внутренний мир что потерпеть друг друга мы не в состоянии старцы имели учеников которые с полуслова с полувздоха понимали что хочет их у наставника вот лежит он болеет умирает страдает мучается рядом множество всяких утешений и может быть и какие-то ну нужные там продукты там тоже масло которое может как-то облегчить боль старец не говорит ученик молчит скажет сделает вот нам бы тоже так хорошо себя воспитывать не по отношению к ближним чтобы их такими сделать вот мы старцы они наши ученики чтобы понимали прямо с полувзгляда это как на эти наездники которые едут на это такая есть такие конкурсы выездки и там вот движение брови там правая бровь чуть-чуть влево и лошадка идет влево там в другую сторону она там побежала голопом ну и так далее то есть совершенно неуловимые какие-то действия которые передают вот эту волю наездника вот мы часто хотим так же чтобы нас понимали с полуслова я пришел из церкви все меня не трогайте я сейчас выпью чай пойду там побуду в тишине все 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 я причастился не мешайте вот как бы не так школа одна у нас в храме другая школа дома поэтому нельзя диктовать условия нашим ближним а нужно стараться в этих условиях показывать свое христианское лицо какие мы пришли из храма чему нас там научили не требовать от близних а наоборот давать жертвовать делиться терпеть вот нас какими ждут из церкви у меня был один знакомый который у него была тоже семья большая дети родители еще уже были так вот все семейство все семейство просто со страхом с таким знаете трепетом ждали когда он придет из храма все же просто тряслись когда он придет из церкви потому что сейчас начнется сейчас начнется сейчас вам покажу поэтому вот часто и мы такие приходим нужно об этом как бы подумать а вот поставить себя на место ученика ученика и попробовать увидеть самых ну незаметных движениях наших ближних какие-то желания какие-то желания их выполнить не надоедать не раздражать никого послужить поухаживать и тогда как бы вот что требуется в семье а чтобы ты на себе это зло остановил вот зла много в семье но ты можешь его сделать меньше как а себя начни на себе его остановись ты с ним так сказать поборись с этим злом тогда будет его меньше в целом доме и это сразу будет замечено это будет сразу замечено только нужно этим трудом заниматься постоянно и вот христианин должен на себя взять этот такой пахарский труд он неблагодарный он такой черновой его не видно за него не так сказать говорят добрых слов и не дают премии но этот труд совершается ради бога бог видит этот труд и он ему очень угоден вот в стихе 12 мы также с вами читаем о неком старце ави вениамине которому приносили малый сосуд с маслом и в течение трех лет где его поставили ученики там он и оставался ну то есть вот как бы из того же самого раздела когда эти древние старцы ну всеми силами старались обуздывать свои пожелания казалось бы казалось бы желание то были то не греховные как сказано безукоризненная страсть кушать пищу отдыхать пить воду но даже здесь везде утеснение везде самоограничение рассказывали об ави диаскоре стих 13 что у него был хлеб ячменный и из чечевицы то есть довольствовали самой простой пищей но очень важное назидание мы читаем дальше каждый год он полагал начало одной какой-нибудь добродетели и дальше там перечисляется старец хотел быть в одиночестве хотел научиться молчанию перестать есть вареное и так далее но для нас здесь интерес в самой как бы в начальной фразе каждый год он полагал начало одной какой-нибудь добродетели вот сейчас начало нового года и вот задавали вопрос а как вот лучше новый год провести кому помолиться как его там отвстретить как его отпраздновать ну вот один из советов один из советов 1 января постарайся постарайся положить начало хотя бы одной добродетели ну конечно не той о которой сказано в потеряке но хотя бы одной терпению послушанию не осуждению не многословию какой-то внутренней доброте своей то есть обеспокойся этим или скажем опять приходится говорить о исповеди многие приходят на исповедь с такими листами все это исписано мелким почерком читают там по 15 минут ну вроде как положено выслушивать человек просят батюшек дай дочитают до конца тут все важно а мне кажется надо делать по-другому вот я вам всем желаю чтобы вы на ближайшей исповеди покаялись только в одном грехе в одном грехе грех у каждого свой у кого-то пьянство у кого-то многословие у кого-то зависть у кого-то неверие у кого-то чревоугодие не с числа но но дальше самое главное а вот после исповеди покажите добрые плоды исправления добрый плод покаяния и пусть это будет одно слово я грешен в осуждении каюсь все но прочитав молитву выслушав молитву и поцеловав креста евангелия я осознаю ответственность за свое покаяние я начинаю отойдя от аналоя начинаю исправлять свой грех исправлять я этим обеспокоен я переживаю я этого хочу добиться потому что для того чтобы покаяться об этом грехе нужно сначала его пережить в себе вот это время подготовки к исповеди это не есть просто написание там чего-то некоторые там ведут эти все такие дневники духовную конечно хорошо внимательно зажить записывать но на мой взгляд если ты действительно каешься в каком-то грехе его не надо записывать ночь у тебя разбудит и скажет да грешен в этом я грешен и вот это будет покаяние покаяние плодотворное и мы сами читали что можно исполнив одну добродетель спастись сказано не осуждайте и не будете осуждены или прощайте вас простят я также думаю что из-за одну победу над одной страстью можно тоже спастись если мы всю свою жизнь положим на эту борьбу взять одну любую страсть и начать бороться чаще всего эта страсть будет главной потому что если вот задаться такой целью допустим покаяться в одном грехе естественно что человек скажет главный грех это как ствол от которого расходятся ветви прочих страстей когда ствол срублен той прочей ветке засохнет или как голова у змей которую отсекают и змея подыхает но вот этой борьбы у нас с вами и нет поэтому нет и покаяние поэтому покаяние это как некая профанация в этих всех листочках в этих всех записях а сердце оно ну как бы язык то все это произносит воздух сотрясает а сердце молчит а на мой взгляд лучше наоборот пойти вот в одном я каюсь батюшка благослови вот по настоящему бороться бог тебя благословит дорогой конечно только так и надо и придет допустим человек через две недели спроешь ну как дела он говорит вот старался вот трудился вот ну не получается опять тебя вот каюсь но неужели вот его осудит бог за такие за такие слова да нет конечно потому что мы читаем что как в молитве сказано что плоть носящий в мире живущий от дьявола присившийся постоянные вот это идет нападки помыслов желаний всяких соблазнов но ты старайся все равно старайся получаешь какие-то раны ну борись не прекращай этой борьбы вот в таком состоянии человек должен пристать перед богом это очень важно осознавать повторю что мы можем и не достичь каких-то высот там бесстрастия каких-то созерцаний это не для нас но вот несогласие с порабощением себя страстями вот здесь самое главное для нас поле битвы вот здесь мы должны так сказать постоянно сопротивляться постоянно потому что дьявол он посылает разные такие вот нам так сказать поводы для греха и вот мы к сожалению эти поводы используем себе на погибель а нужно постоянно здесь себя как бы видеть видеть как христианина который находится в борьбе постоянно поэтому вот это очень важно вот так сказать вот как говорил старец каждый год полагал начало одной какой-нибудь добродетели одной не сказано двум десяти стам одной и вот нам тоже нужно хотя бы одну добродетель ну пусть не в год пусть в день вот день начинается какую добродетель я сегодня буду исполнять никого не буду осуждать вот прям с утра себе вот сдать задание можно писать даже на листочке положить в карман и каждый так сказать способ каждый повод и каждую так сказать обстоятельства жизни встречи пропускать через эту добродетель можно скажем не осуждать самому но осуждает при тебе другого останови его говорят о ближнем плохо а ты скажи хорошо это тоже не осуждение ближним защищение доброго имени ближнего это не просто не осуждение это прославление ближним это уже следующий шаг и к этому шагу мы должны всегда стремиться и вот тогда тогда наша христианская будет крепнуть она будет набирать силу потому что добродетель одна она как бы подтягивает за собой и прочие добродетели прочие что значит не осуждение ближнего да это значит начало смирения начало незлобия начало всепрощения любви это начатки всех добродетель а чтобы не осуждать нужно воздерживаться от винопития от чревоугодия от сна от праздности потому что надо быть бодрым и вот тогда вы видите сколько мы сразу задействуем доброго в нашем естестве и то же самое с потворством страстям одну страсть начни исполнять и вся эта змеиная все это логово зашевелится все зашевелится как клубок змей одну змею таскать потяни все зашевелится все зашипит закусается вот такие законы у нас есть а нейтрального состояния нет либо туда либо сюда либо вперед к богу к добру к свету к ивановским западем либо вниз во тьму кромешную где плач и скрежет зубов а выбор здесь вот на этой грешной земле мы определяемся мы здесь определяемся мы пока тут еще ничего не достигаем но мы делаем выбор куда нам хочется попасть с кем мы хотим быть в вечности и для этого жизни дана человеку чтобы он определился а мы все свободны и последний стих номер 14 говорит нам слова старца старца диаскора потому я отвергаю удовольствие чтобы пресечь повод плотского духа я знаю что он всегда борется со мною ища удовольствий возмущает мой ум и отгоняет разумение вот видите как старец говорил отвергаю удовольствие чтобы пресечь повод плотского духа иными словами этот плотской дух или жизнь нашего ветхого человека вот этого падшего начала этой плоти грехолюбивой сластолюбивой начинается тогда когда получаем удовольствие 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 какие плотские то есть утехи развлечения насыщение пресыщение винопитие праздность вот чем сейчас стало тяжело жить каким-то сказать образом почему такая жизнь стала для многих невыносимой а потому что появились люди с особой психологией потребителей потребителей которые хотят взять от жизни все и только так на жизни смотрят как бы где что сорвать для своего удовольствия а вот христианство оно наоборот оно в корне противоположно этому духу потребления христианство оно все в духе самоотвержения сказано что блажение давать нежели брать а как трудно когда вокруг тебя вот эти соблазны когда вокруг тебя люди только обсуждают покупки поездки походы во всякие там места а что нам-то делать но если тяжело значит исключать такие общения но это как бы не самый эффективный способ борьбы намного эффективнее когда человек что-то внутри себя приобретет духовное и вот это духовное приобретение оно будет его утешать но если мы со своим утешением духовным начнем общаться с людьми мирскими и попытаемся их переубедить или обличить или доказать что вот я-то счастливый человек а ты грешник не знающий Бога мы потерпим полное поражение потому что в нашем разговоре будут проследоваться нотки осуждения а во вторых мы попытаемся как бы сблизить два полюса совершенно с друг с другом не соприкасающихся потому что жизнь по плоти и жизнь по духу это совершенно противоположные мировоззрения человеческой жизни и никогда мы здесь никого не убедим потому что пока человек живет в этими плотскими радостями утешениями удовольствиями все дух его молчит дух его спит что бы ты ему ни говорил там про пост про молитву про покаяние ничего не поймет как будто спящий поэтому здесь совет один себя береги не надо всех обличать проповедовать каждому не надо спаси себя и довольность тебе а вот удовольствие они действительно они как бы к нам всегда приближаются но вот христианину полезно конечно не просто как-то бороться вот чисто там на таком психическом уровне себя вот удалять там от всяких вот таких соблазнов а борьба должна проходить тоже внутренне удовольствие мира который мы получаем у нас отнимает внутреннее духовное утешение внутреннюю радость внутренний мир тишину совести было все вот в душе прямо вот прекрасно и вдруг что-то себе позволили вечеринка гости поездка там поход в магазин слишком такой увлекательный и все и приходим и вдруг все всего этого нет опять тоска уныние плохое настроение какая-то скорбь а почему а потому что удовольствие получил запрет на евангелии и дал дьяволу возможность похитить накопленное вот поэтому старец говорил я отвергаю удовольствие чтобы пресечь повод плотского духа чтобы моя плоть молчала а вот эти плотские удовольствия они эту плоть начинают так вот раскачивать они дают очень внутреннюю такую силу энергию и часто требуется очень много дней для того чтобы опять эту плоть усмирить поэтому лучше не экспериментировать плоть молчит и слава богу так что вот в таком усмирении плоти мы должны как бы проживать наши повседневные христианские будни итак сегодня мы с вами разобрали 14 стихов 4 главы древнего потеряка которая касалась добродетели воздержания не только относительно пищи но и относительно движений души и о всех благодарю за внимание спаси всех Христос 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 христос